Разбираться в классификациях можно долго. Главное понять, опасен ли обнаруженный прыщ или он может пройти без видимых последствий. Самым очевидным признаком является наличие или отсутствие воспалительного процесса. Воспаленная кожа может доставить немало неприятных моментов не только покраснениям. Зуд и болезненность – все это может сопровождать появление прыща. Итак, исходя из этого признака, выделяем 1. Прыщи без наличия воспаления 2. Прыщи с воспалением Первая группа представлена комедонами, закрытыми-открытыми. Открытые имеют характерное название – черные точки. Закрытые комедоны похожи на небольшие узелковые уплотнения в основании волосиного фолликула. Их еще называют милиумами, или жировиками. Вторую группу, для которой характерно воспаление подразделяют на 1. Устулы – это прыщи с характерной гнойной головкой. Могут возникать как самостоятельно, так и из папул. 2. Папулы – это воспалившиеся комедоны, без видимого гнойного образования. Бывают как поверхностными, так и узловыми, глубокими. 3. Кисты – это плотные гнойные скопления в глубоких слоях кожи. Могут иметь несколько источников, соединенных с вещами. 4. Узлы – это глубокие папулы диаметром до 3 см. Они образуют глубокие рубцы. 5. Узлы – это 10%. Продолжение следует...